Вообще любимая песня есть? Нет. Все песни хороши, под определенное настроение. Прошел стажировку в исполкоме и рад, что ушел в исполком. На то были причины. Будем говорить так, было много проектов, которые не закончены, не сделаны, потому что было сопротивление местной власти. У меня есть такое хорошее сравнение, как аквариум. Знаете, круглый такой аквариум, в котором плавают рыбки, и в аквариуме все хорошо. Комфортно, теплая водичка. Рыбки не видят то, что происходит за аквариумом. Ну вот знаете, даже такое обманчивое мнение есть. Это в любом коллективе может происходить. Когда в коллективе все друг друга хвалят, но не слышат, что происходит в городе. И с полком не слышат, что происходит? Нет, конечно. Хаос, сумбур. Если вы помните, в Киеве, когда начал обрушаться мост на Шулявке, приехал Кличко и сказал, мост устал. Ну и все смеялись, мост устал. А по факту у нас в Бердянске устал целый город. У нас в Бердянске устала приморка, у нас в Бердянске устали дороги, устал очень сильно водоканал, ну вообще уморился. Устали коммуникации, устали сети электрические, устали сети газовые. Все устало в городе, в интернете. Нет, у меня впервые было белая рубашка и красный галстук, чем у Трампа. Кто-то говорил, что похож? Нет, никогда. Нам кажется, похож. Предложили из-за политических мотивов, потому что я вроде как поддерживал партию Зеленского. Это ненормально. Но на самом деле, если не делать полную реконструкцию водоканала, каждый год на риф будет расти с геометрической прогрессией. Ну 50 будет у нас в следующем году. Будет. За пять лет ничего не делая, мы не дойдем, потому что воды не будет. В чем-то большой молодец. В чем-то он перегибает палку. В чем? Наверное, в его характере. В каком-то грубом отношении коллектива. Они никогда не встретятся в поединке. Мы не узнаем. Медведь же тоже может плавать. Ну, медведь не плавает там, где плавают акулы. Акулы любят океаны. Я думаю, Амелян не может ни по знакомству, ни без знакомств довезти гиперлуп никуда. И до Житомира тоже не доведет. Пономарев огромный плюс как бизнесмен для промышленности Бердянска. Пономарев сумел сделать из того же Первомайского завода. Я хорошо очень помню, какие там были руины. И я был на Первомайском заводе. После уже на Жатках, как бы в том году, на водоканал рассматривали их соломенные котлы. И там, конечно, предприятие европейского уровня. Но огромный минус для исполкома и для всего коммунального хозяйства в городе. Потому что, возможно, он во многие вопросы просто не вникает. То есть, находясь в Киеве как народный депутат, он не видит то, что делается здесь. Терпение, наверное. Страх принимать самостоятельное решение. Я тебе говорю, что Мезенцев это не кто там. Сначала за дело, потом было смешно. Но на самом деле Чапурной бред. Все это может быть оправдано, но Горячев же не царь. Он за мэра, человек, которого назначили для чего-то. Может быть, для того, чтобы он был мальчиком для бытия. Приморская площадь. Почему? Потому что все идут на Приморскую площадь. Все движения на Приморской площади. Все люди гуляют по Приморской площади. Но это, наверное, единственное у нас место такое, которое красивое и душевное. Рождение сына. Статистика об этом говорит. Есть цифры за прошлые года. И мы видим, что население стремительно у нас вымирает. Рождаемость падает, и очень много людей выезжает из города. Даже по тому же водоканалу мы видим, что нету работников, не хватает. Потому что все грамотные, все работящие с руками на месте, они все едут в Польшу, в Чехию работать. Это в целом из-за ситуации по стране, или это наши какие-то персональные проблемы? Это Бердянская персональная. Потому что по стране не так все плохо. Это можно хорошо заметить, если ты ездил в большой город, жил в большом городе. Потом приезжаешь в Бердянск, и очень сильно отличается население в маршрутках. То есть в больших городах, в маршрутках больше молодежи. У нас больше пенсионеров. Может быть, если я пойму, что какая-то партия, какая-то политическая сила хочет конкретно отремонтировать весь город, сделать, чтобы наш город был лучшим в Украине. Я сразу с ними. Собираю коллектив, оформляю институт громадянского развития Бердянска. И не ждя никаких подачек, не ругаясь с властью и понимая, что это все бесполезно, ходить с кем-то ругаться, мы начинаем просто работать сами по той же железной дороге. Мы соберем подписи, встретимся с управлением железной дороги в Киеве, отправим и подписи Зеленскому, и всем. И так, чтобы с сентября, с октября уже начался ремонт. Институт будет оформлен в августе. А входить все желающие, кто в чем-то понимает. Кого бы хотел там видеть сейчас? Столько специалистов. Может быть, сейчас мы не знаем. Есть какие-то, может быть, люди, не засветившиеся нигде, сидят дома, и они захотят, и они окажутся, изменят весь город к лучшему. Тот же Милан, допустим, очень технологичный оказался в системах коммуникации, в ЖКХ. Я просто там работал, изучал тепловые сети, как устроены коммуникации. А в последний раз я был в Королловых Варах, мне там понравилась очень чистота в городе. Людьми, конечно. Там много сильных специалистов внизу среди клерков, которые боятся высказывать свое мнение, но при этом понимают, что им некуда идти на другую работу. Необходимо менять команду в исполкоме, людей тех, которые хотят это делать. А я не против критики местной власти. Я критикую местную власть по-своему. И смотрите, как интересно получается. На водоканале рухнул коллектор. И почему-то люди, как дети в детском садике, начинают спорить, когда спросили, кто сломал игрушку, и показывают друг на другом пальцем. Это Сидоров. Нет, это Петров сломал игрушку. Иванов сломал игрушку. Но, ребята, давайте же не будем как в детском садике, а, может быть, все свои возможности, все свои связи. Соберем единый кулак и будем делать дело, отремонтируем коллектор. Не врать, держать слово. Даже последнее, что ушел с водоканала, было стыдно перед людьми, которые в меня поверили. А в конце я хочу обратиться к нашим чиновникам и депутатам. Не надо забывать, что мы должны работать на город и горожан. Не нужно пиариться на том, что мы делаем за бюджетные средства. Это наша работа, господа. И мы должны работать на людей. И работа должна выполняться качественно и в срок. И так должно быть всегда. Знаете, как люди восприняли в городе хорошо. Одна треть депутатов восприняла отлично. Исполком самые низкие, которые клерки, хорошо восприняли. Те, которые руководители. И большая часть депутатов, естественно, плохо. Конкретика какая-то. Кто именно сказал по этому поводу? Я даже не помню. Хорошего мало. Время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok